Ну что, все на этом, все, давайте в викторину немножко закрепим, материал, пройдемся по щекотливым моментам. Итак, вставила видео, еще раз, кто не был на предыдущих занятиях, кто не знает, я задаю вопрос, есть ситуация, есть проблема, дальше внизу ответы, отставите циферку правильного ответа. Итак, вставила видео в запись, а оно имеет вот такой вид, вот картинка, что тут написано, и, значит, решаем. Ну, я переведу, да, кто не знает, sorry, because of this privacy setting, this video cannot be played here. Из-за настроек приватности это видео не может проигрываться здесь, посмотреть на Vimeo. Итак, варианты. Vimeo удалил видео из-за нарушения прав. В настройках приватности, privacy во вкладке указан запрет на вставку видео, и хакеры взломали аккаунт. Так, молодцы, молодцы, хорошо. Так, Андрей считает, что один. И Эл считает, что тоже один. Смотрите, Vimeo удалил из-за нарушения прав. Если Vimeo удалить, то будет немножко другая надпись, скорее всего, вообще видео не будет показываться. Здесь написано, что именно из-за настроек приватности. И правильный ответ здесь 2, указан запрет на вставку видео. Давайте следующий вопрос, он дополняет первый, как этот вопрос решить. Посмотрите, я даю скриншот, вспомним, что здесь у нас было, да, то есть я перешла вот во вкладку privacy, и посмотрите, где здесь, что не так настроено. Поставьте циферку и, соответственно, слово напишите, какой там должна быть настройка. Что здесь в настройках не так, что в итоге видео у нас показывается в таком виде, как вы видели. Так. 1, 1. Кто еще как считает? Наталья, молодец. Вспоминайте переводы, да? Ну, у вас будет шпаргалка в связи с переводом. Значит, смотрите, Наталья правильно ответила, да, 2 никому. Смотрите, еще раз пройдемся. Первое. Кто может видеть видео, да? Все, только я, только люди, которые следуют, только люди, которых я выбрал, только люди под паролем, да, ну, то есть запаролить. Второе. Где это видео может быть встроено? Ну, вот слово MB, да, вам уже знакомо, встраивать. Вот. И здесь у нас есть две опции. Everywhere, то есть везде, на любом сайте. И nowhere, нигде. Если вы поставили в настройках, то есть нигде не будет встраиваться это видео, то есть вы не разрешаете его встраивать, то, соответственно, появится вот такая защита, будет извинения, и что в связи с приватностью автор не разрешает просмотр видео на каких-то других ресурсах, то есть встраивание. Так, идем дальше. Вставила видео в запись, а она имеет вот такой вид. Password required if you've got it, enter it below. Password, паспорт, ну, я перевожу, да, перевожу, в переводе уже будет ответ, да, требуется пароль, если у вас он есть, введите его ниже. Итак, что здесь нужно сделать? Это видео могут посмотреть только те, у кого есть пароль, это видео могут посмотреть только зарегистрированные пользователи в МЕО, и это видео могут посмотреть только мои друзья. Итак, 1-1, молодцы. Светлана 2 считает. Угу. Хорошо. Да, здесь, друзья мои, пароль. Пароль, да, здесь запаролен даже, вот смотрите, есть поле специальное для пароля и кнопка Watch Video посмотреть, да, то есть если вы знаете пароль, вводите его в это поле и просматриваете видео. Давайте посмотрим в настройках, где это настроено. Давайте, единичка, два, три, четыре. Как делать так, чтобы это видео могли смотреть все желающие без пароля? Значит, задача, все желающие без пароля. Напишите цифру и опцию, которую нужно активировать. Ну, или просто словами напишите, первую, вторую, третью, четвертую, пятую. Итак, 1-1, 1-1, молодцы, молодцы. Да, правильно, молодцы. Значит, смотрите, кто может смотреть это видео, это первый блок опции, да, и 1-1, первая, для всех. Ставьте для всех, если вы не собираетесь закрывать это видео и прочее, всегда не прогадаете. Кстати, по умолчанию она и активирована, так что если вы никакие настройки делать не будете, у вас все будет работать. Пойдем дальше. Так, вы хотите изменить размер видео в записи, какой тип вставки видео вы будете использовать. То есть, есть видео, вы хотите, чтобы был размер какой-то произвольный, вы будете использовать OMBIT, вставляется просто ссылка, шоткод MBIT, или вставляется между тегами MBIT, да, и третий, это HTML-код и фрейм. Молодцы, всем понравился второй способ. На самом деле можно правильно, Светлана пишет правильно, молодец, можно и третий. Вы помните, да, что в настройках кода на самом Vimeo там тоже есть возможность задать размер. И не просто возможность, а это необходимо, да, вот, поэтому здесь тоже можно использовать произвольный. И правильно, второй, второй и третий вариант подходят для этого. Ну, проще, наверное, второй. Так, идем дальше. Какой код вставки MBIT правильный? Вот здесь с хитростью для тех, кто был на прошлом занятии, кто помнит про HTML, когда мы говорили, какие тонкости написания HTML, и найдите ошибочку, найдите правильный вариант. Ну, и потом мы обсудим, что неправильного в остальных. Итак, какой правильный вариант вставки кода MBIT? 1, 3, 3, 1. Здесь с секретиком, с подвохом. Вариант только один правильный. 1, 1, 1, 1. Владимир, Вера, 3. Наталья, 1. Хорошо, Светлана, 3 с настройками. Значит, смотрите, подвох здесь, а я потом спрошу, в чем подвох. Значит, смотрите, я скажу, какой правильный вариант. Вариант первый правильный. Значит, смотрим, как пишется правильный код. Квадратная скобка, MBIT, квадратная скобка, дальше идет ссылка, квадратная скобка открывающая, косая черта, MBIT, квадратная скобка закрывающая. Это правильный код. Если мы хотим ставить ширину и высоту, что не так, напишите мне, пожалуйста, что не так в третьем варианте. Здесь есть ширина и высота, но почему этот код неправильный? Кто был на прошлых занятиях по HTML, обязательно вспомнят эту хитрость. Точнее, не по HTML, а по CSS, когда мы по стилям проходили. Несколько раз мы обращали на это внимание. Почему третий вариант неправильный? Кто помнит? Нет, не запятой. Владимир, нет. Скобка закрыта здесь. Надежда, молодец, кавычки, правильно. Скобки неправильные, Светлана, правильно, молодцы. Двоеточие, нет, не нужно, Андрей. Кавычки стоят, правильно. Ну, кавычки какие, Валентина? Квадратные скобки, нет, квадратные скобки, правильно. Значит, смотрите, у нас здесь неправильные кавычки. В HTML, в CSS никогда не ставятся никакие фигурные, ажурные и прочие кавычки. Только двойные, прямые. Все, вариантов больше нет. Если появляются вот такие вот ажурные, угловые и прочие какие-то кавычки, код работать не будет. То есть это правило стиля, это правило HTML. Кому интересна эта тема, посмотрите предыдущие, одно из предыдущих уроков. Мы очень подробно вот эти все вещи разбирали. Вот, интересно, и даже для новичков было полезно. Я стараюсь максимально просто все это рассказывать. В записи вы можете посмотреть, и это обогатит, безусловно, ваши возможности ведения блога на WordPress. Конечно, не всегда нужно, но иногда очень полезно. Я дам все ссылки уже в конце. Сейчас, обязательно. Первый вариант правильный, да? Итак, последний, наверное, вопрос. Или еще у меня там один есть? А, еще один, да. Вы хотите задать произвольный размер плеера? Так, это у нас уже был. Это мы уже пропускаем, это мы уже были. Вот, это вопрос. Я хочу, чтобы читатели видео видели, видео на блоге, но не хочу, чтобы они его скачивали. Как запретить скачивание? Поставьте циферку, ну и опцию тоже, цифру. Так, нужно запретить скачивание. То есть вы хотите разместить на блоге, пусть смотрят, пусть делятся, но не хотите, чтобы они его скачивали к себе на компьютер. Итак, так, хорошо, 4, 1, L, 2, 2. Светлана, 4, 1, 4, 4, 1, 4. Ага, молодцы, Светлана, Светлана. Наталья, молодцы, молодцы. Светлана, молодец. Снять галочку закачки. Владимир, молодец. Смотрите, правильно, да. Это четвертая у нас возможность. Называется она, вот, что люди могут делать с этим видео. Есть две опции. Загружать это видео, первая опция, да, download the video. И второе, add to the collections. Но это не имеет никакого отношения к вставке. Это уже внутри, как бы, сообщество делается. А вот загрузку, да, вы можете убрать. По умолчанию она стоит. Когда вы загружаете видео и ничего не настраиваете, у вас эта галочка будет. То есть все желающие могут скачать данное видео. Но если вы хотите убрать эту возможность, вы убираете галочку. Вы убираете галочку.